Всем привет и добро пожаловать в 218 выпуск новостей на развлекательно-образовательном канале Велсаком. Погнали! В сети появились фото макета iPhone SE 5G. Что тут сказать? Держал я в руках этот ваш SE 5G еще в 2017 году. Потому что вот прям никаких отличий от восьмерки не наблюдается. И более того, кроме нового чипа и модема их не будет и внутри. Например, SE не будет поддерживать MagSafe, только медленную и морально устаревшую Qi зарядку. Почему так? Неужели Apple не хочет продавать покупателям SE зарядный блинчик за 40 баксов? Думаю, очень даже хочет, но для размещения магнитов придется еще больше уменьшить аккумулятор, а он у актуального SE сейчас и так не блещет. Сколько там сейчас? 1821 мАч? Ну, предположим, за счет более компактных комплектующих они смогут увеличить его до 2000. Но это все равно вообще ни о чем. И удачи дожить с такой батарейкой до вечера с IPS-экраном и особенно с использованием 5G. Короче, не знаю как у вас, а я чем больше узнаю про SE 5G, тем более склоняюсь к мысли, что сейчас, в 2222 году, его цена должна быть в районе 300 долларов, а то за него даже как-то будет стыдно. А вот за что лично мне до недавнего времени не было стыдно, так это за монобровь в макбуке. Да, кому-то не понравилось, но если воспринимать это как подготовку и заготовку к Face ID, которая появится уже в этом году, то почему бы и нет? И тут внезапно аналитик Bloomberg Марк Гурман заявил, что нифига подобного. И ждать разблокировку по лицу в макбуке не стоит. По его информации, Apple действительно планировали вставить в монобровь Face ID, причем еще в первом поколении, но крышка получилась настолько тонкой, что сплющить под нее сенсоры и камеры системы не получилось. Маркетологи посидели, подумали и решили оставить вырез в экране для узнаваемости, а инженеров отправили дорабатывать систему и далеко не факт, что у них в итоге это получится. По информации Гурмана пока решения нет. И в этом году Face ID если и завезут, то только в iMac или внешний монитор. Короче, блин, тот случай, когда думаешь, что у Apple есть хитрый план, а оказывается, что у них есть хитрые маркетологи. Кто бы мог подумать? И к слову о хитрых планах. Apple в очередной раз планирует урезать функциональность AirTag для борьбы с нежелательной слежкой. Чуть позже в этом году выйдет очередное обновление ПО, которое в очередной раз сократит появление уведомлений о том, что рядом с вами находится чужой AirTag. Пищать при этом забытая метка станет еще громче, а главное, теперь функцией точного поиска может воспользоваться не только владелец, но и все, кто окажется рядом. Закинули метку в раму велосипеда или нашли для нее укромное место в самокате или сныкали в тачке, чтобы в случае угона найти свое имущество. Можете доставать. Оно и после последней обновы довольно быстро начинало пищать и выдавать сообщения на ближайший айфон, а скоро это время сократится до минимума, и вы даже не успеете посмотреть, в какую сторону уехало ваше имущество. Я, конечно, понимаю, приватность, боязнь слежки и многомиллионных исков, но, блин, после всех этих урезаний AirTag можно будет использовать только для поиска ключей. С другой стороны, долгоживущая альтернатива GPS-маячку за 29 баксов, это даже звучало слишком хорошо, чтобы быть реальностью. И еще немного реальности. В журналах загрузки App Store обнаружили упоминание некой Reality OS. И тут, походу, не надо быть гением, чтобы сложить 2 и 2. Видимо, именно так и будет называться операционка для яблочной гарнитуры дополненной реальности. Ну что ж, хоть какая-то конкретика и намек от самой Apple на этот полумифический девайс. А то после постоянных новостей о переносе создавалось ощущение, что никакой гарнитуры Apple не делает, и все это просто выдумка блогеров, чтобы хайпануть и набрать классы. Ну а что, мы такие, да. Нам только дай новости с пальца высосать. Особенно, если про Apple. Ну что, ребят, свершилось. Google выбрали десерт для названия Android 13. Ничего вкусного от корпорации Добра мы не пробовали со времен пирога девятки. Красный бархат и ледяной конус это штуки явно на любителя, не говоря уже про совсем не сладкую десятку. А скоро мы сможем отведать тирамису. Если что, это один из самых популярных десертов, а сможет ли Android 13 повторить его успех, скоро узнаем. Уже вышла первая превью-версия для разработчиков, а в апреле подгонят публичную бету. Из нового в интерфейсе доработанные темы Material U. Теперь любые приложения, а не только гугловые, могут использовать тематические иконки и подстраиваться под цвет интерфейса и под обои. Не революция, конечно, но приятная доработка. Любители минимализма, поздравляю. Главное, чтобы теперь сторонние разработчики не запрещали менять цвета иконок своих приложений. Это вряд ли какой-нибудь WhatsApp захочет перекраситься в фиолетовый и мимикрировать под Viber. Кроме этого, в очередной раз улучшили анимации. Точнее, взяли их из Android 12L. То тут, то там поменяли кнопочки местами, накинули пару новых элементов в шторку, переделали менюшку работы с внешними звуковыми устройствами, и на этом с интерфейсом, пожалуй, все. Остальные фишки зарыты внутри системы. Например, теперь можно задавать языковые настройки для каждого приложения отдельно. Да, во многих аппках настройки языка интерфейса и так имеются. Но теперь заработают и в тех, которые ориентируются на языковые настройки системы. А еще теперь приложения будут при первом запуске спрашивать, стоит ли присылать вам уведомления, и если да, то какие. Вот прям как в iOS, только чуть с большей кастомизацией. Само собой не обошлось без инноваций в безопасности. В Тирамису можно предоставить приложению доступ только к определенным фоточкам, а не ко всей галерее. Опять же, важно для тех, кто парится на этот счет, но лично я на айфоне, где уже давненько такая функция есть, всегда жму все. Ну, потому что никогда не знаешь, когда в следующий раз пригодится, а вот это вот сидеть, отмечать фотки как разрешенные, очень лениво. Хотя подождите. Может, поэтому появляются вот эти все сливы шелягиные. Вот вы, наверное, прожили эту неделю и, наверное, даже не подозревали, что часть человечества стоит на пороге глобальной катастрофы и может лишиться главного – доступа в Facebook и Instagram. Вот сейчас произнесла я аж холодным потом, макатила. Но тем не менее, в отчете Мета, представленном комиссией по ценным бумагам, черным по белому был показан сценарий, при котором компании придется закрыть свои соцсети в Европе. Сейчас Мета хранит данные о пользователях в США и Европе, но новые законы требуют хранения только на европейских серверах. Вроде не проблема уж на что-что, а на аренду серверов деньги у Мета все еще найдутся. Вот только формат шифрования передачи данных у них не соответствует новым европейским правилам, быстро поменять его не получится, и поэтому есть реальная угроза отключения мета-соцсеточек на территории Европы. Цукерберт как бы намекает, давайте что-то решать, а то как вы без Facebook-а-то? И внезапно некоторые еврочиновники ответили, что в принципе, если что, то можно без него и обойтись. Например, министр экономики Германии, министр финансов Франции поделились личным опытом и рассказали, что после того, как из-за того самого небрежного хранения данных их странички ФБ взломали, они спокойно живут без соцсеточек. Мол, нефиг нам угрожать, давайте решайте вопросы и подстраивайтесь под наши стандарты. И знаете что? Этого и парочки публикаций в Bloomberg хватило, и Мета тут же принялись рассказывать, что их неправильно поняли, они никому не угрожали. Конечно же, готовы сотрудничать с еврочиновниками и вообще просто выявили бизнес-риск. Оно и понятно, у них вон миллион пользователей ушло и акции рухнули на 30%. А прикиньте, если отвалится полмиллиарда европейцев. Тут уж такой волной Цукерберга накроет, что никакой серф не вывезет. Хочешь не хочешь, а придется подстраиваться. Вот за что я люблю мир технологий, так это за неожиданные повороты. Казалось бы, есть незыблемые столпы. Супер богатые компании, которые уже никуда никогда не денутся. Но тут они делают один посредственный продукт, другой, расслабившись, чуть не поспевают за рынком. И все. В лучшем случае их покупают более успешных конкурент. В худшем, через 20 лет их именем пытаются выманить деньги из инвесторов. Да, 3DFX. Буквально год назад создавалось ощущение, что Intel тоже может пойти по этому пути. По крайней мере на рынке процессоров для домашних компьютеров. Казалось, у компании нет идей, что они как минимум ближайшие пару лет ничего не могут противопоставить райзенам. Ну а тут выходит 12-е поколение, и уже AMD стоит задуматься, чем ответить Интелу. Синие не только хорошо показали себя в тестах, но и потихоньку отбирают клиентов у красных. Например, по данным крупной американской сети NewEgg, впервые за последний год процессор Intel в лице i7-12700K смог подняться на второе место по продажам. До 56.00X все еще на первом месте, но он и стоит на 100 долларов меньше. В Канаде у синих в топах 9 позиций из 10. В немецком и британском Амазоне 5. Короче, Intel is officially back и поговаривают, что на этом фоне AMD решили перенести презентацию абсолютно нового Ryzen 7000 с конца года на конец лета. Ну а что, ребята потратились, купили мощнейшего разработчика чипов Xilinx за 35 миллиардов. Надо бы быстрее денежки зарабатывать, а не сидеть и наблюдать за тем, как Intel вытесняет AMD с топов продаж. С другой стороны, им хотя бы разрешили сделать столь крупную покупку. Nvidia повезло меньше, регуляторы зарубили сделку с ARM. Так сказать, сделали кому-то лучше. Из-за срыва продажи в ARM сменили Gendira, уволили часть сотрудников. Ну а софтбанк, текущий владелец компании, оставил себе предоплату в 1,25 миллиарда долларов и планирует вывести ARM на биржу. Короче, не заладилось у Nvidia. А нечего было майнерам подыгрывать. Карма из-за бич. Вон, кстати, из 3090 Ti проблемки возникли. Супер-мега-флагман Nvidia должен был выйти на рынок еще в прошлом месяце. Но его нет до сих пор и, судя по всему, не будет еще довольно долго. По информации инсайдеров, Nvidia в последний момент столкнулась с серьезными проблемами. И теперь им придется полностью перепроектировать печатную плату. Что конкретно пошло не так, не сообщается. Зато поговаривают, что карточка может задержаться чуть ли не на полгода. И появится на полках магазинов прямо перед анонсом нового поколения. Обидно. Только, значит, решили сделать карту для геймеров. Просто при ценнике в 4-5 тысяч долларов отбиваться она будет очень долго. И тут внезапно такой облом. Впрочем, не расстраивайтесь. Asus вон выпустили максимально бюджетную видеокарту. Всего за 63 бакса. Которая прям 100% не заинтересует майнеров. Просто потому, что это кейкап для кнопки shift в форме видеокарты ROG. Почему так дорого? Ну, во-первых, карта металлическая, даже кулеры можно пальцами вращать. А во-вторых, пойдите найдите сейчас видеокарту дешевле. На прошлой неделе Rockstar официально заявили о старте разработки GTA 6. А на этой появились слухи о том, что кроме этого планируется Max Payne 4 и... Надеюсь, это правда? Вторая часть для Нуар. Да, скорее всего, основной частью разработки займутся внутренние студии Take-Two. Они супер загружены Rockstar, но они точно будут на контроле. И если игрульки это не для тебя, и ты весь такой на серьезе, то вот тебе с пылу с жару совершенно секретные фишки Windows 11. Пока их активировали только для некоторых тестировщиков, но, вероятно, скоро выкатят для всех, потому что как без такого вообще можно жить? Взять, к примеру, стикеры, которые можно будет добавлять на обои рабочего стола. Наклеил и сразу дал ответ на вопрос, а какой ты сегодня? Удобно и почти революционно. Или вот еще одна мега фишка, режим планшета. Казалось, Microsoft отказались от идеи отдельного интерфейса для сенсорных устройств, но нифига, все будет. Некоторым уже прилетела опция скрывать панель задач при использовании устройства в качестве планшета, и, скорее всего, это только начало. Ну, может, в этот раз делают все правильно, но главное, это, конечно, новый раздел экологичность, в котором можно прочитать рекомендации по энергосбережению и узнать о том, как вторично переработать свой комп или ноутбук. Да как мы без этого раньше жили-то? Понятия не имею. Но что я знаю точно, что ровно через неделю, ровно на этом же месте, плюс-минус это же время, мы с вами снова увидимся в свежем выпуске новостей. И я очень надеюсь, что этих новостей будет чуточку больше. И по традиции... Всех обнял.